я хочу видео маразм посмотреть извините в этом видео хочу поговорить о милстро и эта тема нас еще долго будет преследовать в последнее время снова активизировался и начал донатить стримером какие-то колоссальные суммы за то чтобы они исполняли различного рода дичь точнее как такую дичью это не на господи что это у меня голова как как в пустыне знаете когда там вот эта бесконечная жара и земля выглядит вот таким же образом как мой череп а чё у меня зубами блять ты чем не изуродовал маразм трещины да я как рептилии ебаная ящер я сука ящер причем у каши нормально все а я ящер назовешь скорее блять чисто крокодил или то что не делать не хотят думаю каждый из вас помню вот так так они прям не хотели этого делать вот так они эти стримеры не хотели это делать конечно да ну то то они только делали что батили малстро и добавляли донат пэй шумил строй пришел наверное потому что они не хотели этого делать стримера как мелстрой это тот чувак который дико хайповал в двадцатом году когда он звал к себе на стримы огромное количество девочек чаще всего пониженной социальной ответственности звал кучу своих друзей различных трэш-блогеров таких как вы джалин кирилл терешин гриша полная тв эдварда билла и много еще кого другого и завозил просто уйму трушового контента задавал неудобные вопросы девушкам придумывал различные челленджи всякие там постановочные бои предлагал участникам вечеринки огромные суммы за какие-то действия и разумеется такой вот формат лакшери вечеринок с элементом ты узнал что кашу забанили то ладно нет нет дальше он обманываете меня анчик спасибо за подписку через моего бота спасибо трэша заходил аудитории абсолютно всех возрастов его смотрели как взрослые ребята так и школьники но однажды случай подожди что аудитории там был друг масленникова это же эмиль там был эмиль да ладно ебать а я не знал абсолютно всех вас что он там забыл потому что еще кого-то там увижу кого это на кого внимания не обращал и не ну я там был естественно да да задолбали блять то его смотрели как взрослые ребята так и школьники но однажды случился поворотный момент в карьере милстроя а именно на одном из своих стримов он позвал на тусовку очередную эскортницу которая как ему показалось очень по-хамски себя вела и слишком много умничала а как говорится если бабу много умничает ее и приложить не западала что собственно гвоздая раз ну правда немножко борщину три года назад я вам уже высказывал свое мнение по этой ситуации но на всякий случай еще раз повторюсь мне ничуть не жалко не эту девушку не других девушек которые приходили на стримы к милстрою потому что ты прекрасно знала что ты идешь на заведомо маргинальную тусовку аппарата приравнивает 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 все понятно приравнивает все понятно от меня и маразма приравнивает срочно в твиттере тревога тревога и девушки как вы знаете хотя твиттер это больше нет отменяем в иксе в иксе срочно икс тревога тусовочкам не особо ходят вага на маргинальную тусовку ты прекрасно знала, что с тобой там такое могло произойти. Ты чё? Ой-ой-ой. Я ни в коем случае не занимаюсь виктимблеймингом. Не-не-не-не, приравниваешь. Это модно у нас сейчас говорить. Но это такая же аналогия, как если я сейчас попросил какие-нибудь бразильские фавелы, и понятное дело, что меня там могут уб***ть ограбить, может быть даже и с***вать, я не знаю, какие там у кого предпочтения. Конечно, как бы перед судом божьим виноват будет преступник, но с другой стороны, на кой х*** я вообще туда попёрся? После чего мне устроить, дабы избежать уголовки, предлагал вот... Ну, ребят, ну даже не знаю, что ей сказать. Привет, Хесус. Это я, Мариарти. И приглашаю тебя на высокую должность в наш маркетплейс. Бля, иди нахуй! Мы знаем все твои данные. Мы знаем, где ты скромишь. Мы знаем твое имя, Хесус. Ага. Так что, все данные тебе на почту. Окей. Приглашаем тебя. Ну, мне здесь ещё похуй. Знаете, данные, спасибо большое. За 200 рублей. Но, как говорится, за деньги, да, получается, да, Мариарти? Тут вопрос в сумме. Ты же видишь, я могу свою жопу продать за 5 миллионов, например, свою лысину. Жопу подороже будет. Спасибо за 200. ...девушке какую-то колоссальную сумму денег, а в итоге он заплатил штраф всего 5000 рублей по какой-то лёгкой административке. ...приговорил. Гурим Андрея Александровича признадвинул на совершение преступления. Ну, кстати, да, реально, так-то, если бы я, например, здесь, в Америке, поперлся бы в какой-нибудь неблагополучный район, в гетто, где бы меня в итоге подстрелили, много бы людей писало о том, что я долбоёб, зачем я туда пошёл. Ну, и, соответственно, получил пулю в жопу, да, там, не знаю, в какое-то другое место. Ведь знал же, куда иду! Я же понимал, что иду в район не особо благополучный, где меня могут подстрелить. Как и многие другие люди, которые живут здесь, в Америке, зная, что это за район, они туда не ходят. Они этот район обходят стороной. Почему нельзя так же делать по отношению к другим вещам? Обходить стороной в сомнительные места. Бойся! Кашу запанили. О, нет. Дед Ворос, спасибо. Э, заебали, сука. Да мы знаем, что... Сука, блядь. Ага. Филин, спасибо тебе большое за подписку через моего бота. Так вот. Можно было бы сказать, что я совершил глупость, пойдя в этот район. Можно было бы сказать, что я тупой. Конечно. Я совершил глупость, я тупой, блядь, в данной ситуации. Привет. Я сус. Что поперся туда? Я относился к людям С. Вот. Ну, можно было бы тогда сказать, что те люди, которые называют меня тупым, приравнивают меня к тому гэнгстеру, который меня застрелил. Что, типа, я виноват примерно на том же уровне, на котором и виноват вот тот, который меня убил, например, или подстрелил. Нет, конечно. Виноват-то тот, кто убил меня. А я лишь просто тупой, который поперся зачем-то в этот район. О чем, собственно говоря, и я говорю. Виноват тот, кто совершил преступление. Неважно какое. А если ты, в свою очередь, поперся туда, где вероятность этого преступления была крайне высока, то ты просто тупой, блядь. Вот и все. Глупый и тупой. И стоит думать головой. Все-таки немного. Стоит ли идти туда или туда, блядь. Это не значит, что мы приравниваем что-то кому-то. Вот и все. Но поворотным этот момент в его карьере был не только из-за этого, а из-за того, что вследствие данной ситуации Меустроя полностью отменили в интернете. И нет, это не произошло чудо, институт репутации в России сработал. А в смысле, что... Это я кашу забанил. О, этот аккаунт заблокировал. Распространите, это я забанил кашу. Его забанили абсолютно на всех маломальски известных платформах. На Ютубе, на Твиче, группу ВКонтакте. Что каждый раз, когда он появлялся заново на Ютубе, его трансляция сносилась через несколько часов. Потому что, как вы знаете, если тебя банят на Ютубе, то тебя банят по личности. И способ просто создать... Ну, как и на Твиче. Дополнительный... Если тебя банят на Твиче, то... Кашу забанили. Да, блядь! Я, я забанил. Кашу. Чувака, Вагнер, пасть... Твою, блядь. Но уже несколько лет как не работает. То есть, Мелстрой стал персоной Нон Гранта на всех более-менее известных площадках. Но так или иначе, стримить он продолжал. Фанбаза какая-никакая у него осталась. Он стримил на такой площадке, как Трова, и сейчас вот стримит на Кике. Если что, это новый аналог Твича, который по дизайну... Нормально, маразм. Тупо прорекламировал Мелстрой. Я даже сказал, где он стримит. Вообще никак не отличается. За бесплатно причем, за бесплатно. Ну, хотя у него тут в видосе реклама, но в любом случае эти же деньги ему Немелстрой дал. О! А, вам не видно. Опа, видали кто тут? Опачки. ЖСВН. Это не... Так. Продолжаем. У ЦКонтрол В, но фирменный фиолетовый цвет заменили на зеленый. И, кстати, стримит он довольно успешно. То есть, средний онлайн у него 20 тысяч. И на чем же собственный Мелстрой всегда зарабатывал? Ну да, типа популярный стример, большой онлайн. Но не настолько большой, чтобы быть чуть ли не долларовым миллионером. А заработал он львиную долю своего состояния на стриме казиков. Если что, ребят, напоминаю... Я на самом деле вообще не понимаю, зачем он строит донатить такие большие деньги стримерам? То есть... И продолжает это делать, если в итоге ему приходится занимать деньги. Ту сумму, которую он потратил на лысины, он же, по сути, мог использовать в тех целях, в которых ему эти деньги необходимы. Реклама. Так, подожди. Ну, окей. Он уже сделал рекламу. Зачем продолжать, я имею в виду. То есть, ладно мне. Задонатил. Меня побрили. Это все обсудили. Все, хватит. Остановись. Достаточно и так уже, блядь. Типа... Все, что сейчас происходит и продолжает происходить с его стороны, это просто повторение того, что уже было на ту аудиторию, которая и так уже о нем вот услышала. Вот. То есть, хайп уже произошел. Так называемый. То есть, достаточно было меня побрить, там, не знаю, кашу и все. Кстати, чтобы вы понимали, Моргенштерн готов побриться за те же 5 миллионов, что и я. Хотя, Моргенштерн и так типа уже лысый. Но он типа готов прям под ноль ебануть. Вот. И сказал, что за еще 5 миллионов, дополнительные 5 миллионов, он вообще все побреет на своем лице. Всю растительность. То есть, усы, брови. Вот. Моргенштерн готов за 10 миллионов всю растительность на голове сбрить. Вот такие вот дела. Казино это плохо и ни в коем случае. О, не ресницы, а брови. Вообще ни в каких казино не играет. Но может быть и ресницы тоже, это что, это тоже считается как таковая растительность на лице, правильно? Поэтому. Тут он не уточнял. О, пенная. Спасибо за подарочные подписочки. Точнее, спасибо вам, люди, что вы покупаете подписки через ботов. Э-э. Де-де-ре-куй. Спасибо тебе большое. Кибертрахер, спасибо. Да. Зе-попия, спасибо. Попич, попич, спасибо. А работают казики одним из следующих способов. Некоторым стримерам они платят фиксу, то есть определенную сумму за то, чтобы те поиграли в казино. Некоторым они платят депозит, то есть это также определенная сумма, но на которую ты должен будешь сыграть. И если ты что-то с этого выиграешь, ты эту сумму оставишь себе, а если проиграешь, то, ну, собственно говоря, проиграешь. Иногда давали, как, например, бустеру и фиксу, и депозит. То есть, условно говоря, ему там давали 3 ляма, 2 из них он должен был открутить, а ляма оставить себе. Я, конечно, не хочу строить теории заговора относительно Милстроя, но, как мне кажется, на пике его популярности ему просто казики заносили там какие-то колоссальные бабки, чтобы создать имидж вот такого вот простого пацана, который чисто поднялся на казиках. Сейчас же Милстрой не живет в России, постоянно путешествует, ездит там по Дубаям, по Сейшельским островам, и с его слов на одном стриме по казикам он зарабатывает от 10 тысяч долларов. А недавно он за 44 ляма в Дубае, в этом случае рублей, купил себе какие-то бриллиантовые часы. Ну, вкратце, что за него... Я, кстати, не понимаю, а чё он часы не продаст? Он, типа, недавно себе купил бриллиантовые часы за 600 тысяч долларов. Это же пиздец. Уже половину ролика про Милстрой я рассказал. А кто их купит? Ну, блядь, Милстрой же их купил. Шо, блядь, в мире не найдется такой же второй Милстрой, который бы купил эти часы? Найдется, блядь. Вы думаете, в мире мало богатых? О-о-о! Я думал, это подписка только на твой канал. Извини, ты лучший. Так всё правильно, ты на мой канал подписался. Да, всё верно, ты на мой канал подписался, да? Спасибо тебе большое. Теперь перейдём непосредственно к теме видео. Как вы знаете, Милстрой довольно часто донатит различным стримерам. Он буквально час назад сказал, что как только часы ему привезут обратно, то их продаст. Он куда-то отдавал эти часы, не знаю точно. Вон из того, что я помню, Хованскому помог купить квартиру в Сербии. И недавно... Чё? ...ролика про Милстрой я рассказал. Теперь перейдём непосредственно к теме видео. Как вы знаете, Милстрой довольно часто донатит различным стримерам. Ебать, он Хованскому докинул на хату. Блядь. Милстрой, а не хочешь мне на хату докинуть в Нью-Йорке? Это будет, я считаю, ну, легендарным. Мне не хватает как раз где-то 150 тысяч долларов мне не хватает. И то, чтобы не купить, а хотя бы в ипотеку её взять. Потому что, извините, квартиры здесь дорогие. Вот. Вон из того, что я помню, Хованскому помог купить квартиру в Сербии. И недавно Милстрой снова решил... Всего-то. Ну, вообще, всего, да. По меркам Нью-Йорка всего лишь 150 тысяч долларов. Ну, ребят. Ну, я кашу забанил. Все сюда пришли с меня спрашивать, типа, зачем? А я говорю, по рофлу. Мне просто скучно было. Вон-ка себе заявить. Появилась такая... Нахуй тебе в Нью-Йорке, еблан. Ха. А что мне надо? Где? В Москве, что ли, квартиру покупать, бля? А, часы в ремонт отдавал. Там камень маленький отвалился за несколько десятков кусков зелени. Ха-ха. Тихуя себе, бля. Ну, вот проблемы стримеров по казику, блядь. Камень с часов отвалился за несколько десятков тысяч долларов. В Норильске? В Таиланде? Не, ребят, что-то... Что-то у вас как-то это, ребят. Ну... Если вы вот с такими мыслями собираетесь когда-то в будущем купить себе недвижимость, то, бля, соболезно. Ты делаешь оценку от реков на стиме? Если да, оцени, пожалуйста. Не, ну я могу сделать там за 600 долларов, например. Как некоторые мне донатили периодически. Но вот так нет. А в Украине... А что сейчас в Украине, кстати, по недвижимости? Я имею в виду, цены упали, нет? У меня просто лишние 120 рублей на карте, поэтому забирай. Спасибо тебе большое, воргази. Например, в Киеве. В Киеве. Как с ценами на недвижимость? В смысле, вы дороже стали? Кого нахуй? Из-за чего? Как так? Поднялись, потому что новое не строят. Что? Охуеть. Вот бред какой-то. 50 тысяч однушка, 100 тысяч двушка, 200 тысяч трешка. Ага. Бойся! Да-да. Купил часы за 600-ка долларов. На втором часы не должно быть. Гуглить срок возврата качественного товара по закону в этой стране и был кик. Мм? It's me. Не понял. Ты типа не веришь, что он купил себе такие часы? Или что? Напиши Рэмбо Славу, у него связи с риэлторами. Да блять, как будто бы я уже собираюсь покупать себе квартиру в Украине. Вы чё, ебанулись? Я лишь просто поинтересовался. Ну то есть, очевидно, я бы хотел себе купить хату там, где я живу. И где я собираюсь жить, ну, наверное, всю свою жизнь. То есть здесь, в Америке. Вы чё, бля? Одна идея, которую можно было бы в принципе в течение полугода реализовать, постричь, короче, всех стримеров нахуй на вас. Но для этого нужно будет без п*** миллионов сто. Ну, я бы лично вот... нахуя, 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 нахуя. Просто запомнился бы надолго, я думаю. Началось всё с того, как он задонатил Хесусу 5 миллионов рублей. Правильно, ой, блять. И на этом можно было бы и закончить. Начал с Хесу, закончил на Хесусе, всё. На то, чтобы тот на стриме побрился на вас, то есть сбрил свою башню. Тысяча... Ебать, пиздец. 340 рублей. И Хесус действительно это сделал прямо на стриме. Ребят, давайте будем честны, вот кто бы из вас за 5 лямов этого не сделал? О, Лёша бы не сделал. Хуй, извините. Это он у зрителей спрашивает. Знаете что, Лысый Хесус, это, конечно, зрелище сюрреалистичное. Вот есть люди, которым действительно идёт короткая стрижка. Ты чё, охуел, блять, слышь? Ты вообще своё лицо не показываешь. Давай на твое ябло посмотрим. Побремь тебе на лысо. И которые с короткой стрижкой начинают выглядеть как-то, ну, опаснее, серьёзнее, что ли, я не знаю. Я чё, не опасный, ты посмотри, блять. Алё, нахуй, сюда, блять. Чё, блять? Чё, проблема, я не понял. Опасно, опасно. Куда ещё опаснее это, ну? На таком подсознательном уровне, то Хесусу действительно лучше с башней. Так же, как я понял, Хесус немного стесняется своей лысины. То ли у него... Ебать! А чё ж Хесус-то стесняет своей лысины? Ну, знаете, есть те люди, которым идёт, блять, лысина. А вот Хес, ну, бля, урод. Ну, бля, ну, Хес чё-то стесняется. То ли у него есть какие-то проплешины на голове, то ли что-то ещё. Какие проплешины, блять? Ты чё, ебанутый, блять, или же ещё один нахуй, как Холландский? Но последний стрим он провёл в кепке. Однако, Хесус был далеко не единственным стримером, которому задонатил наустрой. Например, кашу он задонатил уже полтора миллиона рублей за то, чтобы тот также подстригся на лосо. А легендарному стримеру осуждаю этого стримера. Папичу он задонатил подавно в общей сложности где-то 3 миллиона за то, чтобы тот снова поиграл в доту, в которую он зарёкся больше никогда не играть. Что, запускают доту? Опять замерён дота. Получается, мне задонатили больше, чем Папичу, да? Ни фига. Венмарт, пожалуйста, спасибо тебе за донат. Ща я переименую стрим. Что это? Старёшь, долбоёк. Игра скачивается. Иди за пивом. 0.5 пива выпей во время игры в доту. Также Мелстрой донатил другим, менее популярным стримерам. И теперь давайте поразмышляем, для чего же он всё это делает. Как вы все, наверное, в курсе, про Мелстрою потихонечку, ну, начали уже забывать. То есть, несмотря на довольно большой онлайн на стримах, за каждый из которых, по его словам, повторюсь, он зарабатывает от 10 тысяч долларов, всё равно в данный момент времени его медийность и узнаваемость не настолько высокая, как была два года назад. И таким образом, донатя какие-то колоссальные суммы стримерам, за то, чтобы они делали... Ну, на самом деле, да, это такое... Я же говорю, я посматривал Мелстрой, у него там онлайны были больше, чем у меня. Вот бы обо мне так забывали, как о нём, блядь, с такими онлайнами, конечно. То, что мне хочется делать, Мелстрой таким образом решил, как говорится, напомнить о себе. Что, как бы, да, я до сих пор существую, до сих пор стримлю, и неплохо бы было на моих стримах, ну, иногда присутствовать. Ну, это факт. В общем, я не собираюсь строить какие-то теории заговора, но, как мне кажется, всё это массовое бритьё стримеров, это хорошо спланированная пиар-акция тех самых казиков, которые постоянно рекламируются... Ну, знаете, блядь, Ну, даже не знаю, как бы, да, учитывая, что вроде пиар-акция прошла успешно, но успешно как? Настолько успешно, что Мелстрой приходится теперь занимать деньги у стримеров, которым он донатил эти деньги. В чём тогда успех? Казалось бы, как некоторые утверждают, после этого Мелстрой должен, наоборот, заработать ещё больше. Тогда почему деньги занимает? Где заработок? А он реально у Ростика занял, не знаю. Но он хотел у меня занять, как я понял. Довольно щедрые суммы различным стримерам. Какая-то часть аудитории этих стримеров, и причём часть это немалая, захочет перейти на площадку, где стримит Мелстрой, и посидеть на его стримах. А что делает Мелстрой на этих самых стримах? Правильно, крутит казики, причём крутит довольно успешно. И так как Мелстрой в России не находится, то есть никакой уголовки и никаких проверок ему не светят. По правилам этой площадки казики стримить не запрещено, то есть никто его там по требованию РКН не заблокирует, как это произошло с бустерами Вилоновым и Макривским. И разумеется, люди с этих стримов будут переходить по реферальной ссылке Мелстрой на те самые казики, и, понятное дело, про*** там свои кровные. Это, конечно, пока что только теория, но звучит довольно логично. Кстати, ещё один забавный момент. После всех этих крупных донатов стримерам, активировались и другие, никому в хер не впившиеся, уеб... Которые стали, знаете ли, подначивать Мелстрою, чтобы он и им что-то задонатил. То есть, допустим, трансгендер Хилме выкатил следующий пост. Если бы мне поступило такое предложение, то я бы даже и за 15 миллионов не стрикся бы на лысо. Я свои падлы два года растил, моим волосам завидует почти каждая девушка. Так что, Мелстрой, мне не предлагай, ну, может, за 30 лямов ещё подумаю. Бля, забавно, да. Они все такие, типа, Мелстрой, ты мне не предлагай, ну, вот за сколько? За 30 лямов я подумаю. Петрова тоже. Мелстрой, конечно, хуйню делает, не предлагай, но за 20 я сделаю. Братишкин, бля, такая хуйня, это всё, конечно, Мелстрой вообще не предлагай, но за 20 миллионов я сделаю. Нахуя они это пишут все, блядь? Не проще было бы тогда вообще ничего не писать? Или просто написать сразу, что вы за 20 миллионов, согласитесь? Зачем сначала строить себя дохуя правильного, а потом такие... А, ну вот за 20 миллионов я, окей, стану неправильным. Блядь. Ебать. Пиздец, блядь. Они дохуяле долбанят по 30 лямов, извините. Также с недавнего стрима милстроя я нашёл ещё одну такую вот забавную вырезку. Вы ещё помните такого выжелинка? Из-за вкрат сум с 12-го фрик, который сейчас уже никому не нужен. Так вот, послушайте, что он предлагал. Выжелинка-то щел, если не ошибаюсь, который, который готов был, что-то там озвучивал прайс, за 40 тысяч рублей свою мать стрима на стриме. Тебе такое не на ютубе, а там где-то на фрик, где-то запустил стрим. Не, я, конечно, не на 100% доверяю словам милстроя, но зная, кто такой выжелинки, вот, ну вообще никак не удивлюсь, если он что-то подобное вкидывал. Но, увы, ах, всякие хилмы, всякие выжелинки. Мать, твою? Вы, к сожалению или к счастью, нахуй не нужны милстрою, и с вас никакой дополнительной аудитории и дополнительной медийности не поимеешь. Да, ребят, вот такие вот пироги. Что ж, видос был ни о чём. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не... Ну окей, я понял, я понял, я понял, я понял, я понял, я понял, конечно. Я понял, я понял, я понял. Я понял. Я вообще на лысо стрягусь, потому что мне нравится. Ну вот. Кто-то это делал, потому что нравится. А кто-то это сделал за деньги, и другие считают это унижением. Почему-то. Представляете? Унижение. За 5 миллионов просто на лысо подстричься. Унижение. Вот так-то, да. Субтитры создавал DimaTorzok